МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Командир чеченского спецназа Ахмат Аптела Удинов заявил, что не будет способствовать обмену чеченских военнопленных, добровольно сдавшихся ВСУ. ФБР США расследует как новую попытку покушения на Дональда Трампа стрельбу у поля для гольфа Уэст-Паум-Бич в штате Флорида. Также сегодня. Власти категорически отказываются открывать избирательные участки в тех городах, где нет грузинских посольств либо консульств. Тем самым грузинские эмигранты, живущие в Калифорнии и Флориде, не смогут принять участие в голосовании, поскольку у них нет возможности тратить сотни долларов для перелета в Вашингтон или Нью-Йорк. Грузинские эмигранты по всему миру требуют от властей Грузии предоставить им возможность проголосовать на выборах в парламент в конце октября. В результате ударов российских военных по Харькову днем воскресенья серьезные повреждения получил многоэтажный жилой дом. Из-под завалов было извлечено тело пожилой женщины. Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов. Число пострадавших достигло 42, среди них четверо детей. В России, в Белгороде сегодня утром в результате обстрела со стороны Украины пострадали 8 местных жителей. Одна из них находится в крайне тяжелом состоянии. Это данные, которые привел глава региона Вячеслав Гладков. По его словам, из-за обстрела сгорели частный дом и 15 автомобилей. Также сообщается о повреждении газопровода. На этом фоне президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в его плане, который он намерен представить президента США Джо Байдену на их предстоящей встрече в конце сентября и реализация которого, по мнению Зеленского, должна привести к победе Украины в войне с Россией, четыре пункта. Еще один пятый пригодится после войны, сказал Зеленский в интервью американскому телеканалу CNN. Говоря о российском президенте Владимире Путине, Зеленский предположил, что Путин и похожие на него деятели будут способны, цитата, «поделить весь мир между собой, если страны Запада и их союзники не будут сохранять единство». При этом Зеленский сказал, что Путин боится российского общества больше, чем давления из-за рубежа. Вот фрагмент этого интервью. Он боится только одного – ни лидеров, ни стран, ничего. Он боится своего общества, российского народа. И если российский народ будет чувствовать опасность, если у него не будет комфортной жизни, если он будет жить без электроэнергии, как наш народ, он поймет цену войны. Они будут недовольны этим и начнут влиять на него, на Путина. Вот почему я сказал – сделайте Украину сильной, и вы увидите, что он сядет и начнет договариваться. Это был фрагмент интервью украинского президента Владимира Зеленского американскому телеканалу CNN. Отвечая на вопрос о том, зачем Украина в прошлом месяце начала наступление в Курской области вместо укрепления обороны в Донбассе, Зеленский сказал, что операция была рискованной, но все же достигла цели, поскольку, по его словам, России пришлось перебросить часть военных под Курской, и наступление в Донецкой области замедлилось. Детальное содержание пунктов своего плана победы Зеленский в ходе интервью CNN так и не раскрыл. По его словам, первый из них касается безопасности, второй – геополитического места Украины, третий – очень сильной военной поддержки, включая разрешение для Киева выбирать, как нам использовать ту или иную вещь. Это, цитата, и четвертой – экономической поддержки. Из слов Зеленского следует, что разрешение на удары западным оружием вглубь российской территории – часть этого плана. Украинский президент подчеркнул, что это оружие планируется использовать против военных объектов России, в частности, против аэродромов. Как заявил Зеленский, промедление с разрешением привело к тому, что российские военные перебазировали ударные самолеты вглубь территории России, и теперь для того, чтобы их поразить, необходима еще большая дальнобойность. Так или иначе, но официального заявления по поводу снятия запреты на применение американского и британского оружия по объектам в глубине России, ожидавшегося в конце прошлой недели, так и не последовало. Вот что о том, как применение ракет «Атакамс» и «Стормшадоу» может сказаться на ситуации на фронте, какие выгоды дают переданные ВСУ-истребители Ф-16 и почему один из них уже был потерян, говорит украинский военный авиаэксперт Анатолий Храпчинский. Давайте начнем с того, что на самом деле Украина достаточно эффективно работает сейчас средствами, которые производятся настоятельно, но при этом мы говорим о необходимости комбинированных ударов по территории, по стратегически важных объектах Российской Федерации, где есть на самом деле большое количество вооружения, есть военнослужащие, которые будут приняты для военных действий на территории Украины. Поэтому, в принципе, за счет, допустим, получения возможности ударов западным вооружением, мы сможем существенно перераспределить ресурсы, то есть использовать свои собственные для нанесения ударов на более глубокие дистанции, потому что у нас есть возможность наносить удары и глубоко на территорию Российской Федерации, по тем же аэродромам Алиния, Ставаслейка, и тем самым наносить при этом по ближним аэродромам более существенные удары за счет того, что ракеты, которые мы можем использовать, они несут больше полезной нагрузки. Следует сказать, что в принципе все показатели дальности работы данных ракет по моим расчетам немножко сокращены, потому что на самом деле Штурм Шедов может работать на расстоянии 560 километров. Надо не забывать о ракетах Джасемсу, которые может передать Соединенные Штаты для оснащения самолетов Ф-16, которые есть уже на вооружении Украины. Эти ракеты работают на 1000 километров. И правильно было бы сказать, что в принципе тут нужно говорить о расширении географии, то есть глубины ударов и о непосредственно номенклатуре вооружения, которое мы можем использовать. Это будет ли Атакамс, или это будет Штурм Шедов, либо это будут ракеты Джасемс. В любом случае нанесение удара будет производиться исключительно по военным объектам, которые наполняют линию фронта или оружием, либо же наносят удары за счет аэродрома. Тут надо не забывать, что в любом случае остаются логистические хабы, которые использует Российская Федерация для поставки вооружения на территорию Украины. То есть это произведет к тому, что логистическая часть будет увеличиваться, и это, естественно, зеркально влияет на возможности Российской Федерации усиливает свои боевые действия на территории временно оккупированной Украины. То есть мы говорим о том, что при увеличении логистики это создает определенную проблематику. Россия не сможет вести такие активные боевые действия. Поэтому в любом случае передислокация вооружения Российской Федерации, я более чем связываю это с тем, что, в принципе, был нанесен ряд ударов со стороны Украины собственным вооружением. Ну и как следствие, то есть понимая, что если будут наноситься удары, допустим, западным вооружением, это будут еще больше проблем имеется Российской Федерации, потому что на самом деле можно будет говорить о невозможности использования даже самолетов, которые базируются на аэродромах. Но, тем не менее, в любом случае нужно говорить о увеличении радиуса действия, потому что есть большое количество тратически важных российских объектов военных, которые работают на то, чтобы обеспечивать вооружением либо воздушной поддержкой своих сил на территории временно-то первой Украины. Потому что есть та же самая Лени, есть те же аэродромы Энгельс, которые взлетают с самолетами стратегической авиации и наносят массированные удары по Украине. Мы видим использование других типов самолетов на других направлениях. Это позволило расширить диапазон работы. То есть мы видим, как самолеты украинские разносят некоторые позиции на курском направлении. Это благодаря тому, что появилась возможность использовать самолеты В-16. В-16 изначально, когда передавалась данная партия, говорилось о том, что они будут работать исключительно на защите воздушного пространства. И, в принципе, с учетом той массированной атаки, которую произвела Российская Федерация, эта самая большая массированная атака на масштабное вторжение, абсолютно логично, что могли быть потери авиации с учетом таких массированных, комбинированных атак. Поэтому я думаю, что тут важно говорить, наверное, о потере украинского пилота, который являлся человеком, который, в принципе, привел в В-16 в Украину. А техника, в принципе, это теряется, и эта война, это является обыкновенным военными действиями, когда теряется военная техника. То, что работают самолеты, и то, что мы видим за счет появления в В-16 появилась возможность работать, допустим, вглубь территории Российской Федерации, самолеты МИК-29, мы это видим. Это было мнение украинского военного авиаэксперта Анатолия Храпчинского, фрагмент его интервью телеканалу «Настоящее время». В конце прошлой недели Украина и Россия провели обмен пленными по формуле 103 на 103. Согласно заявлению российского Министерства обороны, в Россию вернулись военнослужащие, взятые в плен ВСУ в ходе операций в Курской области. Среди них немало военнослужащих срочной службы в социальных сетях опубликована видеозапись, на которой несколько человек сразу после освобождения, сидя в автобусе, представляются именно срочниками, называют свои имена и говорят, сколько времени они провели в плену. На следующий день после обмена командир чеченского спецназа Ахмат и заместитель начальника главного военно-политического управления Министерства обороны России Абтела Удинов заявил, что не собирается вызволять из плена уроженцев Чечни, которые сдались в ходе наступления ВСУ в Курской области и призвал их, цитата, сделать все, чтобы их убили. В заявлении, которое Алаудинов опубликовал в своем телеграм-канале, он рассказал, что помогает только тем чеченцам, которые были захвачены в плен после тяжелого ранения. Вот фрагмент этого заявления. Ну, буквально получается, вот вчера, сегодня мне скинули несколько роликов. Получается, представители украинских спецслужб звонят в Чеченскую республику, дают возможность звонить пленным, которые у них есть, для того, чтобы они общались со своими домашними, и там идет напрямую такая установка, типа, скажите Абтела Удинову, он знает, как нас обменять. Но у меня вопрос. Те из вас, кто сдались добровольно в плен, насколько должно быть велико ваше заблуждение, когда вы считаете, что я стал бы ходатайствовать, или просить, или что-то делать, чтобы вас вытащить из этого плена. На самом деле, я вас вообще никак не уважаю. Я не считаю, что вы заслуживаете вообще даже жизни. Потому что меня удивляет, как вы собираетесь, после того, как вы подняли лапы и сдались, как девочки, в плен, как вы собираетесь вообще жить? Как вы будете смотреть в глаза своим домашним? Как вы будете смотреть в глаза своим детям, внукам? По-большому, даже сейчас вы находитесь в плену, просто встаньте, возьмите что-нибудь, ручку, гвоздь, накиньтесь на кого-нибудь и сделайте все для того, чтобы вас убили. Для того, чтобы закончить свой путь, хотя бы теперь мужчинами. Когда вы сдались в плен, вы нарушили обет. Из-за чего сразу автоматически вы подпадаете под людей, которые сошлись со священного пути? И встает вопрос, почему вы считаете, что после этого вас кто-то должен вообще вытаскивать из плену? Это был командир чеченского спецназа Ахмат, замначальника главного военно-политического управления Министерства обороны России Апти Алаудинов. А президент Украины Владимир Зеленский подтвердил возвращение на родину 82 рядовых и сержантов и 21 офицера. Среди освобожденных, по словам Зеленского, есть защитники Мариуполя и завода Азовсталь. Еще 49 человек были обменены 13 сентября в пятницу. В Украину вернулись 49 человек, среди них военнослужащие ВСУ, Национальные гвардии Украины, полиции и пограничных сил, а также Линье Умерова. Это крымская татарка, которая в конце 2022 года была задержана сразу после пересечения грузинско-российской границы на КПП Верхний Лас и позже была обвинена в шпионаже в пользу Украины. Вот какими были ее первые эмоции после освобождения. Линье говорила по телефону с родственниками, а сопровождающий объяснял, что после медицинского осмотра она поедет домой. Не буду накладывать на ее слова перевод, как и на слова освобожденного украинского военного, который рассказывает, что вначале подумал, что его и его товарищи отправляют по этапу и только потом понял, что возвращается на родину. Мамочка, я уже в Украине, все. Не переживайте, все нормально, уже на месте, уже на Украине, сейчас в госпиталь и потом они выйдут до вас на звезок. Мамочка, я вас очень-очень люблю там, а где дети? Мы ждали нас еще так. Мы ждали полгода. Кожем не ждали. Попугай. Попугай. Таня, маленькая. Попугай. Нас этаповали, мы даже не знали, куда мы едем. Весь час проведники нам в стену сказали, что вас просто этапуют. Мы пытали на обмен, что нет, но мы не знали, куда мы едем. И полтора, нет, примерно три годы назад мы заходим в автобус, уже понимаем, что мы едем домой на свою землю. И добавлю, как сообщает украинский канал 24, в начале декабря 2022 года Линье Умерова отправилась в Крым, чтобы присмотреть за отцом, у которого были осложнения после операции из-за онкологического заболевания. Она путешествовала через Болгарию, Румынию и границу между Грузией и Россией. Во время пересечения на КПП Верхний Ларс российские силовики задержали ее, поскольку у нее был украинский паспорт. Российский паспорт как жительница Крыма она в свое время получать отказалась. 4 декабря суд в Северной Осетии признал Линье Умерову виновной в нарушении режима государственной границы и оштрафовал на 2000 рублей. Она была помещена в Центре временного содержания иностранных граждан вблизи Владикавказа. В ночь на 14 марта ее отпустили, но сразу же задержали силовики, а полиция составила протокол якобы за неповиновение. Суд назначил ей 15 суток административного ареста, которые несколько раз продлевали. Впоследствии московский суд арестовал Линье Умерову. Уже по обвинению в шпионаже ей грозили 20 лет заключения. В августе прошлого года стало известно, что Линье написала письмо президенту Украины Владимиру Зеленскому. И год спустя на саммите Крымской платформы Зеленский поделился ее историей и призвал международное сообщество способствовать освобождению Линье Умеровой. Тогда же о необходимости защищать права крымских татар говорил и президент Турции Реджеп Эрдоган. Известно, что в августе суд продлил арест Линье Умеровой до 4 ноября. Ее брат Азиз сообщил, что дело было передано новому следователю, а материалы были засекречены. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня понедельник, 16 сентября. Тема выпуска представляю я, Андрей Ширократский. Федеральное бюро расследований США заявило, что расследует стрельбу, произошедшую в воскресенье 15 сентября у поля для гольфа Уэст-Палм-Бич в штате Флорида, где в этот момент находился бывший президент, ныне кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп как предотвращенную попытку покушения на Трампа. Сообщается, что подозреваемый задержан, согласно сообщениям прессы, это 58-летний Райан Рут. За ним числится несколько правонарушений. В прошлом году Рут дал интервью газете «Нью-Йорк Таймс», в котором он рассказывал о том, что пытался помочь завербовать бывших солдат афганской армии для службы в ВСУ и провел в 2022 году несколько месяцев в Украине. Мотивы действий Рута неизвестны. По данным агентства Associated Press в 2020 году он писал в социальных сетях о поддержке кандидатуры Дональда Трампа на президентских выборах, но в последнее время был сторонником Джо Байдена и Камалы Харрис. Напомню, что это уже не первое покушение на Дональда Трампа. 13 июля он был легко ранен в результате покушения на него на предвыборном митинге в Пенсильвании. Тогда погиб один из участников митинга. Несколько человек получили тяжелые ранения. О том, как предполагаемое новое покушение на жизнь Дональда Трампа может сказаться на избирательной кампании в США, я беседую с обозревателем Радио Свобода, ведущим канала Кокус и Праймери в социальной сети Экс Валентином Парышниковым. Это новое чрезвычайное событие без того экстраординарной избирательной кампании этого года. Это вторая попытка покушения на Трампа. И в этот раз его жизнь не подвергалась непосредственной опасности, предполагая его стрелка, заметили заранее. Но это может еще больше повысить градус риторики в последние семь недель гонки. Я напомню, что попытки покушения совершены людьми с довольно изменчивыми взглядами на политику. Задержанного вчера в Флориде человека, по данным прессы, зовут Райан Уэсли Рут. Ему 58, он занимался мелким строительным бизнесом, у него было немало неприятностей с законом. В 2002 году его арестовывали за владение полностью автоматическим оружием, которое в судебных документах фигурировало как оружие массового поражения. Рут выступал в поддержку Украины, высказывался довольно радикально при этом, предлагал проект вербовки для Киева иностранных солдат, вроде бывших афганских командос, и был недоволен отсутствием реакции украинских властей. Его интервьюировали с семафорой New York Times в 2023 году, и даже украинцы описывали Руту как человека, который бьет через край. Из постов Рута в аккаунте в Твиттере, который сейчас заморожен, впрочем, но который успел изучить пресса, следует, что он в 2016 году поддерживал Трампа, а к 2020 году разочаровался им. В нынешней кампании во время республиканских праймерис он призывал пивыка Рамасвами и Ники Хейли продолжать противостоять Трампу. Сам Рут при этом участвовал в демократических праймерис в Северной Каролине и пожертвовал более 100 долларов на кампанию демократов. И тут я напомню, что Томас Крукс, совершивший покушение на Трампа в июле в Пенсильвании, был 20 лет. В 2021 году он сделал мелкое пожертвование демократам, спустя несколько месяцев зарегистрировался избирателем республиканцев. Мотивы покушения Крукса по-прежнему толком неизвестны, а оружие принадлежало, видимо, его отцу. Харрис, Байден и другие лидеры демократов сейчас выразили радость и облегчение тем, что Трамп не пострадал и вместе с республиканцами заявляют, что насилию нет места в американской политике и политики обеих партий обсуждают необходимость еще больше усилий для охраны бывшего президента. При этом консервативная газета New York Post приводит посты Руту, в которых он высказывается против Трампа и пишет, что на выборах будет решаться судьба демократии. Газеты заявляют, что это эхо антитрамповской риторики Харриса Байдена. Республиканцы напоминают о риторике демократов, что Трамп хочет быть диктатором и является угрозой демократии. Республиканцы, особенно измагодвижения, нередко обвиняют демократов в преследованиях, рисуют их левыми радикалами, а демократов, в свою очередь, обвиняют республиканцев в потворствовании насилия и напоминают о событиях 6 января 2021 года, когда сторонники Трампа ворвались в здание Капитолия. Как нынешние события схожутся на ходе гонки, непонятно. Все это происходит на фоне чрезвычайно близкого положения кандидата в вопросах после победы Харрис в дебатах над Трампом. Общенациональные опросы в среднем показывают некоторый рост и рейтингов, однако в колеблющихся штатах они остаются в беспрецедентном острой борьбе. В семи штатах они в пределах статистической погрешности, в пяти в пределах одного процента. В этой ситуации разброс возможных исходов голосования очень велик и легко представить ситуацию длительного подсчета голосов в некоторых штатах вплоть до пересчета. И все это на фоне обвинений в подтасовках и растущего напряжения, подобное 2020 году. Пока нет достаточного количества вопросов в колеблющихся штатах, чтобы понять, как повлияли дебаты и предстоит подождать, чтобы понять, повлияла ли на гонку новая попытка покушения на Трампа. Это был обозреватель Радио Свобода, ведущий канала «Фокусы праймери» в социальной сети Экс Валентин Барышников. Напомню, что этот канал посвящен президентской предвыбранной гонке в США. Время свободы. В Тбилиси, Горе и других грузинских городах в воскресенье вечером прошли немногочисленные, но довольно шумные акции сторонников оппозиционной партии Михаила Саакашвили «Единое национальное движение». Их участники выразили возмущение обещаниям основателя и почетного председателя правящей сейчас партии «Грузинская мечта» миллиардера Бедзина Иванишвили устроить, как он выразился, нюрнбергский процесс над единым национальным движением сразу после парламентских выборов 26 октября, а по итогам суда, цитата, «извиниться перед осетинскими братьями и сестрами за то, что Саакашвили, еще одна цитата, по заданию внешних сил подверг их огненному пламени в августе 2008 года, отдав приказ о бомбардировке столицы самопровозглашенной Южной Осетии Цхинвали. А грузинские иммигранты во многих странах мира начали акции с требованием к грузинским властям обеспечить им возможность участия в парламентских выборах 26 октября. Оппозиционные лидеры, ставшие инициаторами движения протеста грузинской иммиграции, обвиняют правящую партию «Грузинская мечта» в попытке заблокировать голоса более четверти, если не трети, грузинских избирателей, живущих в США и странах Европы, из опасений, что эти люди в основном проголосуют за оппозицию. С подробностями Георгий Кабаладзе. Акции протеста грузинских иммигрантов у посольств и диппредставительства Грузии в Риме, Париже, Вашингтоне, Мадриде, Афинах и других городах проходят по инициативе партии Михаила Саакашвили «Единое национальное движение», а также оппозиционных партий «Труа» и «Гирчи». Оппозиция давно настаивает на том, что правящая партия грузинская мечта миллиардера Бедзина Иванищули всячески пытается помешать участию в голосовании около миллиона грузинских иммигрантов, живущих в США и Европе, опасаясь, что они в основном проголосуют за оппозицию. Эту цифру миллион грузинских иммигрантов недавно назвал лидер оппозиционной партии стратегия-строитель Георгий Вашадзе. По его словам, грузинские иммигранты опечалены расставанием с родиной, очень злятся на партию миллиардера Иванищули за невозможность реализовать свои таланты в Грузии и, конечно же, по его мнению, проголосуют за изменения, то есть возможность вернуться и жить на земле предков. Конец цитаты. О том, насколько действительно важна эта тема именно в плане выборов, можно судить по объективным цифрам. Согласно последней всеобщей переписи 2014 года, в Грузии проживали 3 миллиона 700 тысяч человек, а в нынешнем году по вполне достоверным, хотя и неофициальным данным, только в США живут около 400 тысяч грузин, а в Европу, пользуясь безвизовым режимом с 2017 года, уехали и трудоустроились не менее 300 тысяч грузин. Причем отток населения из Кавказской страны продолжается, грузины платят десятки тысяч долларов так называемым проводникам и составляют немалую часть той волны незаконных иммигрантов, которые пытаются попасть вожделенную Америку через границу Мексики с США. Если в 90-е годы грузинские незаконные иммигранты жили в основном в Нью-Йорке, то в последнее время они уже живут по всей Америке, от Флориды до Калифорнии. Оппозиция, в первую очередь партия Саакашвили, настаивает на предоставлении иммигрантам возможности голосовать дистанционно через интернет. Сам Михаил Саакашвили, еще будучи в Украине, разработал целую программу голосования смартфоном. Его команда даже подготовила специальную аппликацию. Но этот проект был сразу же отвергнут правительством и Центральной Избирательной Комиссии Грузии, как якобы представляющей угрозу безопасности выборов и создающей возможность для махинации. Оппозиционеры безрезультатно ссылались на то, что если уж люди доверяют интернет-банкингу при переводе больших сумм, почему бы не доверять безопасности интернет-голосования? Еще одна сложность проблема регистрации избирателей. Власти категорически отказываются открывать избирательные участки в тех городах, где нет грузинских посольств либо консульств. Тем самым грузинские мигранты, живущие в Калифорнии и Флориде, не смогут принять участие в голосовании, поскольку у них нет возможности тратить сотни долларов для перелета в Вашингтон или Нью-Йорк. Как заметил в беседе со мной журналист Стангиза Блотхера, давно интересующийся этой темой, парадоксальность ситуации в том, что оппозиция, по его мнению, явно ошибается, рассчитывая на массовую поддержку эмиграции, но сами власти, как всегда, все же пытаются перестраховаться. Весь опыт про сепсих избирательных компаний показывает, что даже когда есть все условия для голосования, голоса эмигрантов, как правило, особой роли не играют, потому что там значительная часть нелегалов находится там в одном городе, а избирательные часто в другом сейчас, чтобы кто-то, скажем, из Неаполя поехал в Рим или еще из Милана куда-то. Я бы прям не сказал, чтобы эмигрантская среда такая антиправительственная, что там все ненавидят власть. Я думаю, просто перестраховка и думаю, что здесь просто дело в том, что убедили Ивана Шевили, есть вот такой конек, он должен все контролировать. Просто обыкновенная паника, связанная с тем, что непонятно, как они будут голосовать, а главное, нет серьезных рычагов воздействия. Ну, кроме, допустим, воры в законе могут там сказать своим шнурям, что вот вы идите, голосуйте за власть, но это не то количество, которое им нужно. Отметил Тенгиза Блотия, имея в виду, что огромное число так называемых криминальных авторитетов из Грузии в последние годы обосновались именно в Европе, пользуясь безвизовым режимом. Оппозиции и власти уже вряд ли смогут договориться о модальности участия огромного числа эмигрантов в грузинских выборах. А это обстоятельство станет весомым аргументом оппозиционных партий и, в первую очередь, партии Саакашвили, уже сейчас объявляющих предстоящие выборы нечестными и неотражающими мнение всего грузинского народа. Георгий Кубаладзе для Радио Свобода Тбилиси. Это был информационный дайджест Время Свобода. Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Северин-Южный. Наш подкаст нужно найти и послушать на сайте Радио Свобода в телеграм-канале Время Свободы и на популярных платформах подкастов. Ну, а у меня на сегодня все. До свидания. Радио Свобода